Кто сказал, что благотворительная акция – это скучное мероприятие? В Брестском отделении Белорусского детского фонда решили отойти от стереотипов и собрать в одном месте все самое креативное – одежду от модных дизайнеров, товары хендмейт и розыгрыши от известных торговых марок. Дизайнерские показы самых маленьких моделей стали изюминкой мероприятия. Идея возникла как? Моя дочка – начинающая модель. Я подружилась с директором модельного детского агентства TI Kids. Мы с ней решили сделать аналог Минскому мероприятию. Там частенько такие проводятся, а у нас в Бресте таких нет. Решили, почему бы и нет. Изначально была идея сделать что-то необычное с детскими модными показами. Все-таки сейчас детский модельный бизнес развивается, это интересно, это любят. И кто станет равнодушным, когда маленькие модели выходят на подиум, правильно? А когда это еще все привязывается к благотворительности, это вообще прекрасно. Потому что дети должны уметь помогать другим детям. Да и вообще, на самом деле, нужно делать добрые дела. В Бресте благотворительное мероприятие в таком формате проходит впервые. Цель – собрать средства для покупки всего необходимого выпускникам детских домов и интернатов. Каждый из посетителей мероприятия мог оставить любую сумму в специальных ящиках для пожертвований. Или самостоятельно купить необходимые предметы для подарка детям. Упасники, как правило, выходят из детских домов, грубо говоря, ни с чем. Им нужны какие-то вещи для быта необходимые. И вот фонд собирает большие сумки для них, где полотенца, какая-то минимальная одежда, сковородки, зубные щетки. То есть все самое необходимое для первого времени. Уникальное мероприятие, потому что мы постарались реализовать с малыми затратами интересные идеи, помочь каждому ремесленнику реализовать свою продукцию и свои тоже какие-то идеи, помочь дизайнерам показать свою продукцию, потому что в Бресте очень много дизайнеров. Идею поддержали руководство торгового центра «Экватор» и брестские ремесленники. Для них это тоже первый опыт и, судя по количеству посетителей, достаточно успешный. Это такой пробный наш выезд, поэтому мы пока еще не особо понимаем свою задачу. Вот мы попробуем, посмотрим, как отреагируют люди, а так все вокруг очень интересно и красиво. Это новый для нас опыт, в принципе. То есть мы раньше не участвовали в подобных мероприятиях. Нам очень важно, потому что это все-таки благотворительность. И так как мы детские центры, для нас дети это первостепенно важно. Наши директора, сами мамы многодетных детей, мы понимаем ценность такого мероприятия. Очень рада, что много участников приняли и поддержали, и не только мы. Ну и мы, конечно, хотим представиться и поддержать деток. Караван-маркет стартовал, а это значит, что впереди его ожидает нелегкое, но интересное путешествие. Будет ли оно успешным, покажет время, потому что никогда не поздно творить добро. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.